Еще одной проблемой северной региона является недоступность качественной питьевой воды. Несмотря на обилие в регионе рек и озер, многие населенные пункты здесь не имеют нормального водоснабжения, а в некоторых даже нет доступа к питьевой воде. Министерство водных ресурсов и ирригации предоставил ответ, согласно которому данный вопрос регулируется концепцией развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы. Однако уже по устоявшейся традиции государственный орган так и не дал четкого ответа на главные вопросы, какие меры приняты и какие меры планируются принять в целях обеспечения населения этих регионов качественной питьевой водой. Следует также уделить серьезное внимание селекции фито- и продовольственной безопасности. Например, в Костанайской области наблюдается постоянное заболевание с бурцеллезом. В ответ по данной проблеме Министерство сельского хозяйства отметило, что результаты диагностических исследований с 2022 по 2023 годы в Костанайской области показали, что менее 1% животных имеет положительную реакцию. Однако на встрече с жителями нам жаловались на заболевание с животным бурцеллезом, а также на заражение людей этой болезнью. Не менее важной для этих регионов является проблема бродячих собак, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей, особенно для детей. Острой проблемой является состояние дорожной инфраструктуры. Необходимо менять системный подход к строительству и ремонту дорог. На данное время дороги находятся в разном ведении, в областном и в республиканском. И очень часто при строительстве одних дорог от тяжелой техники и больших грузов страдают дороги другого подчинения. Считаем, что следует установить весовые станции и ввести жесткие требования по соблюдению всех правил проезда. И, конечно, необходимо повысить ответственность для предприятий, проводящих дорожные работы. Говоря о качестве жизни населения данных регионов, мы не можем не упомянуть проблемы с интернетом. Мы сами убедились в плохой мобильной и интернет-связи. Там приходилось буквально ловить с этим мобильные связи. В ответ на обращение по данному вопросу, уполномоченный орган проинформировал, что из 492 сельских населенных пунктов в Кусанайской области 67% обеспечены мобильным интернетом хорошего качества, а 33% имеют мобильный интернет плохого качества, либо вообще лишены интернета. Видимо, наша фракция ездила только в те населенные пункты, которые вообще лишены связи, потому что мы не видели там какой-либо связи. Поэтому представленные данные уполномоченного органа вызывают сомнения. Мы полагаем, что одной из причин отсутствия объективной оценки накопленных проблем северного региона государственными органами является искаженные статистические данные. В целом есть большие вопросы к формированию стат данных, потому что то, что публикуется на сайте Бюро национальной статистики, и реальные цены на товары и услуги по этим регионам разнятся. Причем реальные цены в разы выше, чем официальные данные. Мы неоднократно обращались в правительство с запросом пересмотреть политику ценообразования. Для северных регионов это особенно актуально. Поэтому важно в отчетах правительства представлять не только красивые цифры, но реальную картину, чтобы работу строить исходя из нее. Депутатская фракция Народной партии Казахстана считает, что правительству следует безотлагательно перейти к реальным мерам по оздоровлению социально-экономической обстановки в северных регионах. Рахмет.